Добрый день или вечер. С вами снова я, Марина Морлок. Сегодня 8 января. Праздники прошли быстро. И как такое ощущение, как будто их вообще не было. Кошка обгрызает тут остатки виноградных побегов. Дома полный срач и хаос. Блин, открываешь окно. В общем, как-то там подсвечивается как-то там снизу. Вот. Открываешь окно и слышно все, что во дворе происходит вообще. В общем, полнейший трэш. Я вчера вернулась домой из Зеленограда. Вот. Где я была в гостях и где мне было очень хорошо. В Зеленограде мне устроили санаторно-курортные условия. И я как-то немножко там воспряла духом. За что спасибо большой моей подруге, которая меня пригласила из Зеленограда. Вот. Ну, вчера я вернулась домой вечером. И дома меня ждал очередной пиздос, блин, рулю. Кошки. Какие-то, блядь, пустые банки из-под энергетика. С прошлого раза оставшиеся бутылки с водой. Но это не главное. А главное то, что, блин, Армагеддон как-то никуда не делся. Тут пару дней был дядя Руслан. За эти пару дней. Вот, кстати, моя новая сумка. Сейчас я ее уберу отсюда, пока она не запылилась нахрен. Вот. В общем, вот она моя новая сумка. Вот она, вот она. Вот они, новые брови. У меня подруга высыпала брови. Тут у меня бегают кошки. Они что-то бегают, дерутся, суетятся. Вот, Русланова. Тут какие-то бутылки, пакеты из-под сока. Вот. Это я сходила в пятерочку, купила пакет жратвы. Это кошачий лоток надо убрать. Это напольное покрытие. Тут стоит, блин. И все никак. Кошки тут, блин. Кошки тут скачут туда-сюда. Да, кошка обоссала этот прекрасный, блин, замечательный халат. Терену воняет еще кошачьим саньем, к тому же. Вот. И, собственно, тут мои вещи сложные. Все это запылилось, потому что дядя Руслан ободрал все, что мы... Так, я в вашем любимом виде. Я в розовых лосинах. Вот. Как бы, вроде бы, я немного похудела, но мне такое впечатление, что я как прекрасно и легко похудела за месяц январь, так я замечательно набрала вес обратно, пока была в гостях. Вот. Так вот. Короче говоря, ну, как обычно, собственно, новогодняя, постновогодний апокалипсис, в общем говоря. Я приехала я домой, тут какой-то трэш, вообще трэшняк. Руслан убрал зеркало, снял. Вот. Тут мои вещи висят. У меня что-то разваливаются ботинки. Надо их всех сфотографировать и, наверное, уже выбрасывать. Вот так вот я выгляжу. Да, в таких вот розовых лосинах, как вы любите. Вот. Эту фурболку я еще не фотографировала. Тапки у меня из фикс прайса. Ну, тапки у меня очень быстро выходят из строя, так как они все, короче говоря, становятся пыльными. С вами Марина Морлок, с кем я вот еще не здоровалась сегодня. Сегодня восьмое. Я вас всех поздравляю еще. У кого я с Рождеством Христовым. Вот. Вчера у меня этот день был весь в дороге, потому что я ехала сначала из Зеленограда в Москву, потом из Москвы уже в Ходьково, где, собственно, я проживаю. Я приехала, и у меня что-то вот, пока я вот жила в Ходьково, как-то мне было норм. А вот я съездила в Зеленоград, а там так красиво, там огоньки, говорят, там инфраструктура-то московская. У нас же в Зеленоград относится к Москве, и там все как бы такое вот московское убранство дворов и вообще всего. Вот. И как-то там так цивильно. И вернулась я обратно, и понимаю, что Ходьково это город, конечно, это город. Это уже не как Бужениново, которое, собственно, совсем сельское село. А Ходьково это все-таки город, но это все равно провинция. Это маленький городочек такой совершенно. И как бы Зеленоград даже намного больше, чем Ходьково. И я приехала, и мне как-то резко как-то мое отношение поменялось. И мне уже, уже вот мне кажется, что вот уже прикольнее было бы переехать в Зеленоград. И я сразу стала смотреть, сколько там недвижимость стоит. Я просто ела. Вот. Цены там пониже, чем в Москве, но ненамного. То есть практически. Ну, инфраструктура московская, московские вот эти вот все льготы. И цены тоже почти что. Ну, не совсем как московские, но близко к тому. И там, если смотреть, каких-то там понастроили домов по 20 этажей, продают там квартиры студии по 17, по 20, по 25 квадратов. И стоит это все по 3, по 4, по 5 миллионов. Ну, по 4, по 5, по 3, это я не знаю, что. Вот. И я уже даже посмотрела ближайшие какие-то города Поварова. Поварова. Я помню, когда жила в Бужениново, там была такая электричка на Поварова. Вот. Я все время боялась на ней куда-то уехать, не туда. Она была такая короткая. Я боялась все время вместо московской электрички сесть случайно на электричку, которая идет на Поварова, и уехать куда-то в Поварова. Я не знала, где это находится. Теперь я знаю, где это. И да, вот 4 рейса в день Бужениново-Поварова, я помню. Коротенькая электричка такая ходила там. Я даже хотела один раз по приколу съездить, посмотреть, что там такое есть, но не съездила. А сейчас я посмотрела просто по цене, что Зеленоград по цене нереальный. Он очень дорогой, он как Москва. Но неподалеку от Зеленограда есть Поварова, который по цене уже как Хатькова, в принципе. Но оно и по времени так же, как Хатькова. То есть час с лишним до Москвы. Но тут, правда, до Ярославского вокзала, там до Ленинградского. Но Ярославский и Ленинградский вокзал, в принципе, рядом. И у меня уже это как-то колеса в голове повернулись. Я подумала, блин, а может надо было в Поварово переезжать? Ну я как бы, блин, я вот просто не думала раньше, что вот в Поварово можно. Я думаю, а что туда переезжать? А что там есть? А там, наверное, ничего нет. Тоже какое-то село там как Буженинова. Смысл туда переезжать? А сейчас я смотрю, там уже рядом Зеленоград. И там уже ходят эти Химки, Сходня, Зеленоград. И ходит эта Ласточка-экспресс, который как бы ускоренный. И это, конечно же, плюс. То есть он быстрее, гораздо минут за 40 доезжает до Москвы. То есть, ну, конечно, экономия времени там небольшая. Но там, может быть, как-то будет, так как развивается активно, застраивается Зеленоград и его окрестности, может быть, там будут тоже какие-то промышленные там объекты. Потому что я знаю, очень хорошо развился в плане промышленности Подольск. Подольск, там Видное, Домодедово. То есть туда переехало много заводов и типографии из Москвы. Вот. И там как раз-таки появилась работа. И я говорю, когда последний раз уже там в 2016 году я была в Москве и искала там работу, в самой Москве я работу не нашла. Но мне предлагали работу в Подольске, предлагали работу в Видном. То есть вот в таких вот городах, которые уже находятся рядом с Москвой. Но Москвой не являются, потому что в Москве все уже дорого. Так, ну ладно, я отвлеклась. В общем, все, вот я уже приехала у меня. И я сначала думаю, вау, там здорово, как клево. Я купила квартиру в Ходьково, я тут буду жить. А сейчас я уже приехала, посмотрела вокруг, и мне уже кажется, что не клево. А мне кажется, ой, блин, а надо смотреть уже в другом месте совершенно. То есть, ой, тут, наверное, что-то я посмотрела, работы нету. Опять ездить в Москву. Из Поварова, получается, как-то, ну, так же, в принципе, как и отсюда. Но, короче говоря, что-то уже, вот я смотрю, все уже тут, все ресурсные, все предприятия, которые тут были. Я уже там либо поработала, то есть, я поработала уже и в Дельфингруппе, и в Окнах, и не в Окнах, и во всяких там типографиях, которые были, там, в Посадских, во всяких там графит, рекламные они, что еще там. Вот, то есть, везде я там поработала, и я поняла, что платят там что-то как-то херово. Вот, потому что, видимо, там работодатель думает, что все равно это у нас провинция, для сельской местности и так сойдет, как бы, все равно другой работы нет. Вот, и у меня возникла мысль, что, может быть, где-то там в другом месте будет больше перспектив, потому что там, как бы, уже рядом Москва, и Зеленоград, это, как бы, уже Москва. И там уже, вроде бы, вот это вот не прокатит, типа, сойдет для провинции, потому что это уже, как бы, не провинция. Вот, и я уже там стала думать, блин, а вот зря я тут осела, надо было посмотреть иные земли, поискать другие варианты. Просто я как-то зациклилась на Сергиевом Посаде, на Сергиево-Посадском районе, ибо я тут уже жила лет 10, ну, уже не знаю, 10 лет прожила. Я, конечно, смотрела ближайшие варианты. А сейчас я поняла, что надо было смотреть не ближайшие варианты, а надо было смотреть другие варианты, которые, возможно, и более приемлемые. Но, опять же, у меня долгое время не было. Ну, вообще, нет, блядь, у меня были деньги, я просто их профукала, потратила на всякие херню, потому что я подумала, а смысл мне что-то менять, у меня так все удобно, у меня вот, я работаю рядом с домом. Ну, вот, это вот, в 2017, 2018, 2019 году было, то есть, эти окна, они же были в Бужениново, то есть, я там жила рядом и пешком ходила на работу, и думаю, а смысл мне переезжать, у меня и так все хорошо, у меня тут кот, у меня тут коты, блин, у меня тут скоты, у меня канальный канал, может, я думала, ну, может, вообще мне работать и не нужно, потому что у меня доп. доход там небольшой есть, там, ну, именно на еду, там, на самом деле, доп. доход это 1020, то есть, только на еду. Ну, плюс канал канальный, в принципе, я думаю, ну, а мне денег-то и хватает, я же такой вот, это, я же из села, как бы, я привыкла к такому вот уровню в жизни довольно низкому, я думаю, да ладно, нормально, мне так хватит, что, буду ходить в Александров гулять, там, если мне захочется поесть, там, суши, поеду, блин, какой-нибудь в Пересвет, или в Посад, там, или в Алекс, вот, если мне что-то будет надо, там, или купить себе что-то. Я думаю, нормально, и пойдет, и сойдет, а вот все, а теперь я уже поближе к Москве, и вот я уже поняла, что уже работу надо искать в Москве, и уровень жизни там совсем другой, одеваться надо совершенно по-другому, и теперь мне нужна и зарплата другая, теперь мне уже все не нравится, у меня опять депресснят, я думаю, блядь, зачем я сюда переехала, надо было ехать куда-то в другое место, где больше перспектив, а другое место дороже, мне бы денег не хватило, в общем, я уже как-то, опять я расстроилась, опять не то, но вот это вот как в сказке о рыбаке и рыбке, то есть, сколько бы там не было, то есть, буду я жить там где-нибудь в Зеленограде, мне будет хотеться в Москве жить, буду я жить в Москве, мне будет хотеться жить там где-нибудь в Чехии, в Нью-Йорке, в Париже, и это бесконечно как любовь, то есть, просто очень сложно как-то на каком-то уровне остановиться, потому что тебя все время подгоняет общество, типа, давай, давай, развивайся, там нельзя останавливаться, надо развиваться, непонятно, правда, кому это надо. Так, ну я хотела показать вам разруху и трэш, в общем, тут, короче, у меня такая новогодняя туалетная бумага, вот, я не люблю вообще праздник Новый Год, но в этот раз он удался, как ни странно, очень хорошо он прошел, вот, и у меня, короче, вот из всех новогодних приготовлений у меня новогодняя туалетная бумага, так что я вас еще раз поздравляю с Новым Годом и с Рождеством, вот, я решила поздравить свою жопу дополнительно. А так, вообще, вот тут дядя Руслан оборвал, оборвал, короче, эти стены он оскопил, короче, он вырвал тут частично плитку, но она, кстати, он ее очень легко так подковырнул, он там подковырнул, подковыривает, подковыривает, и эта плитка, она прям осыпается, то есть, ее даже не надо было особо подковыривать, это так нихуя никто ничего и не сделал, из муклы расцвет сказали, что у них денег нет, и вообще, все в порядке, все нормально, нет оснований для замены этого стояка, и типа, с намеком, вам надо, вы и делаете, мы вам, типа, ничего не должны, вот, а то, что мы платим за капремонт, этот капремонт будет неизвестно когда. Я уже расстроилась, я думаю, может быть, и нахер я купила такую веткую квартиру, веткую, у нее столько надо вкладывать денег, чтобы можно было за эти деньги где-нибудь в Поварово купить, блин, ну, я просто не знала, что есть Поварово, что там можно купить квартиру, что там недалеко Зеленоград, что там недалеко Москва, что уходят скоростные электрички, блядь, я этого не знала, еще полгода назад, это я узнала три дня назад, нафиг, вот, и, в общем, вот такая, опять же, я думала, что с дачей что-то будет хорошее, но с дачей ничего хорошего не происходит, потому что, чтобы дача была жилая, там должен быть газ, а газ хуй проведешь, и это, оказывается, невозможно. В общем, вот такая вот задница, блядь, все надо менять, полотенцесушитель надо менять, провод, главное, сантехнику, ну, унитаз уже купили новый, унитаз уже купили новый, ванну будем эмалировать, эмалировать, кошка мечется, не знает, где в туалет сходить, она уж не знает, где тут, вот, в ту унитаз ей нырнуть, или куда ей деться, она уже что-то, блин, в растерянности в какой-то кошке находится, вот, вроде бы ей полегчало, но все равно еще надо ее лечить, а тут у меня еще кот, в общем, я что-то пришла, на меня все сразу, там, кошки, дядя Руслан, все сразу на меня, вот, в общем, что кошка, вкусно пахнет из подвала, ну, в общем, это такая вот тема, еще я с ужасом заметила, я как-то решила отречься в выходные дни, праздники, я решила отречься немножко от тягот жизни, отвлечься, чтобы не забухать с горя окончательно, и я даже ничего особо не снимала, я думаю, я буду отдыхать, набираться, так скажем, творческих сил, и, конечно, так как я ни хера ничего не снимала, когда я вернулась, меня ждал еще один сюрприз, потому что у меня жутко просел, ну, просмотры-то упали, новых видосиков-то мало было, и, короче говоря, доход мой оставлять желать лучше, в общем, такие вот дела, вот так вот выглядит ванна, подготовленная уже, меня, конечно, расстраивает, я когда сюда приехала, я была очень так воодушевлена, я думаю, сейчас я найму там, кого-нибудь мне быстро все сделают, ну, что-то ни хера как-то, блин, быстро ничего не получилось, быстро закончились деньги, потому что, ну, у меня же 150 тысяч было, я думаю, ну, за 150 тысяч, да, я и сделаю ремонт за 150 тысяч, а потом я понимаю, что 150 тысяч это мало для такой квартиры, тут нужно 1500 как минимум, и эти 150 тысяч у меня как раз ушли на переезд, на дверь, и еще пришлось свою зарплату с ютуба заложить, и кошка что-то ноет, кошки ноют, кошки ссутся как-то, вот они, видимо, сами в шоке от этого всего, вот, меня просили показать новые ботинки, вот, просили показать меня новые ботинки, вот, я вам их показываю, собственно, вот они, вот они новые ботинки, я старая, ботинки новые, в общем, вот у них такой мех, но он был, вот это минус, то, что у них светлый мех, он, конечно, не очень хорошо сюда подходит, лучше бы он был темный, но темный бы, наверное, красился, а так, собственно, вот они так выглядят на шнурках и на молнии, вот, они, конечно, немножко изгрязнились, но мне они нравятся, они вот для такой вот еврозимы, в этом году зима не очень суровая, вот, она, скорее, больше сырая, чем морозная, то есть, в основном, в своем этой зимой сырость какая-то, и вот эти ботинки, они очень даже неплохо подходят на зиму, вот, то есть, они, в принципе, даже, я бы сказала, они подходят на зиму очень даже хорошо, вот, и вот так вот я выможу, смотрите, сзади меня кот, скот, ты скот, скот, да, я тебе сейчас укушу, вот, и вот так вот я выгляжу, и вот так вот выглядят мои ботиночки, вот, такие вот, собственно, вот такие вот дела, еще сходила я в пятерочку, купила там продукты, и, конечно, мне там все говорят, что надо экономить, надо копить на ремонт, я понимаю, конечно же, но особо с чего экономить, зарплата-то небольшая там, а все дорожает, пошел, то, сего купила, и, блин, все, она попала, в общем, такие ботинки стоили где-то около трех тысяч рублей, не знаю, точно, наверное, могу, точно посмотреть, точно могу сказать, сколько стоили, кошки, что вы пищите, что вы там, мяу, 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 ну, кошка, чего, где-то ты насссала, что ли, или кот где-то насссал, кот и насссала, или кот насссал, давай, признавайся, что, вон лоток, ну, почему-то древесный лоток исчез, наполнитель, ну, вон там лоток, что-то, ну, вот, короче, обоссали они, это халат свой, это их вода везде, в общем, так и продолжается, треш-картошка завяла, она, вроде, сначала поднялась, но потом она как поднялась, так и опустилась, зато вместо картошки тут растет вообще не пойми, что, вот, в общем, такое вот непонятное растение растет, хорошо, у меня еще компьютер есть, в общем, купила рафаэлки, они, конечно же, были вкусные, и купила еще какие-то конфеты типа рафаэлки, адель, так вот, в общем, это бомж рафаэлки, они вообще по вкусу очень сильно отличаются, не пробуйте их, замените ими рафаэлки, они хоть и похожи, но они не являются конфетами, кошка, что, вот, кошка за мной бегает, что-то мяучит, 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 что? Тут что-то очень слышно стало соседей, вот, хотя, вроде, соседей сверху нету, блин, кошачье вот это мытье мне, что-то уже как-то по ушам, вот это мяу-мяу-мяу-мяу, как-то это по ушам, есть-то обычно кошка хочет, когда что-то мне сказать, как правило, это значит, что кто-то нассал, нассал, в общем, я купила себе рубашку на Валберсе, я ее потом вам покажу, наверное, я купила себе ботинки, и ботинки стоили 3570 рублей, полусапожки, вот они, натуральная кожа, вот так вот они, но они клевые, то, что они не скользят, и, в принципе, в них так приемлемо, 38 размер уже закончился, они, как бы, не сказать, что они прям супер-пупер, они скорее приемлемые, вот, а завтра мне на работу, а на работу мне ужасно вообще, не хочется вообще прям, нет никакого желания даже выходить завтра на работу, и я бы вообще ушла бы с работы на YouTube полностью, прям, окончательно, вот, и бесповоротно я бы ушла с работы, но мне нужно делать ремонт, и это меня держит пока еще. Софочка Ныркова пишет зеленоградцам привет, 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 но я уже оттуда, к сожалению, уехала. Михаил Мюллер пишет, Марина, привет, применяешь капронки, к ним бы еще туфельки на шпильках или сапожки с остальными носочками, ну, с острыми носочками, да, это очень неудобная вещь, очень секосные, пишет мне Сергей, спасибо большое. С Рождеством Христовым Илья Лебедь появился, тоже очень клево. Я думаю, наверное, мне нужно, так как зрители жаждут, я обещала еще примерки, мне, наверное, нужно будет сделать еще одну примерку для вас, а время уже почти 4 часа. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел, с вами была Марина Морлок, сейчас у меня будут мои покупочки из пятерочки, кошки что-то тут ноют, виноград вянет, все растения вянут, кроме одного вот этого странного цветка, который назывался пальма. Вот эта вот пальма как-то растет, вот так вот растет. Она вообще весной растет, но я посмотрела прогноз погоды, зимы по ходу дела не будет в этом году, может из-за того, что пожары в Австралии, может еще из-за чего-то, но, видимо, не будет. Так, на кухне что происходит? На кухне все та же плита, но я уже купила новую плиту, уже купили тумбы, уже купили шпаклевку, купили новую раковину, смеситель и плиту. Просто нужно взять и сделать, блядь, а некому. Я говорю, Руслан, давай наймем рабочих, давай заплатим их. Нет, они до хера возьмут. И, кстати, реально, да, они до хера возьмут. А я могу мало заплатить, потому что до хера у меня нету. А за мало никто не хочет работать. Все хотят за много работать, и за мало совершенно не хочет. А вот ходит и ноет кошка, ходит и говорит, мяу-мяу. А, у них кончилась еда. Я думаю, что они ноют? Что они изнылись? У них закончилась еда, сейчас я буду их кормить. В общем, и вот еще напоследок вам такая вот стена. Тут много очень места появилось для фотосессий. Ну, в общем, такая стена, в таком виде я понимаю, что, блядь, можно было покупать квартиру в новостройке совсем без отделки. Это сэкономило бы время по отбиванию плитки и штукатурки. И грязь, наверное, был бы поменьше, потому что это жесть какая-то. В общем, вот так вот все это и выглядит теперь. Теперь и че. Но, кстати, так как покупалась квартира за полтора ляма, при том, что она в 40 метров квадрата, ну, 41 квадрат, за такие деньги даже в новостройке без отделки ничего не купишь. Потому что новостройки без отделки начинались от миллион, там, девятьсот, там, миллион семьсот это какой-нибудь первый этаж с видом на помойку. То есть первый этаж это тоже как бы не айс. Тут хотя бы он не первый этаж, не последний. Вот. Такие вот дела. В общем, так вот я выгляжу в розовых лосинах. Не знаю, похудела я, пополнела, постройнела, похорошела или че там. В общем, пишите мне все, что вы думаете обо мне. Мне очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Больше смотрите моих блогов. С вами была Марина Морлок. Всем спасибо, кто подписался и смотрит. И особенно спасибо тем, кто смотрит рекламу. Всем счастливо. Пока-пока. Пока. Пока.